уважаемые холостяки мужчины а также холостяки женщины айтишники бизнесмены блогеры я нашел для вас идеальную квартиру ну как нашел я ее сделал идеальной то есть нарисовал планировку которая вам подойдет просто вот так вот а также я думаю что это подойдет молодоженам давайте смотреть и так почему я сказал что эта квартира подойдет холостякам блогерам айтишникам бизнесменам дело в том что разные социальные группы живут по-разному согласитесь у семьи один уклад а у одного человека который живет один но может быть с девушкой совершенно другой разные принципы разные подходы разные сценарии жизни так вот чтобы квартира планировка получилось идеальной нам надо представить для кого мы делаем эту планировку давайте смотреть это двухкомнатная квартира находится в жека академ центр отличнейшая локация кому интересно посмотреть видео про этот жилой комплекс то вот по ссылочке я снимал обзор поэтому смотрим планировка это весьма стандартная и ничем не примечательно и в ней я бы обозначил следующие проблемы что небольшая прихожая абсолютно бесполезный коридор маленькая кухня маленькая комната с которой спальня кухня гостиная 16 метров есть один санузел в который влазит унитаз раковина и есть ванная не очень большая в которую еще умудрились запихнуть стиральную машину скучновато а самая главная проблема что во всей этой квартире где бы вы не находились есть ощущение зажатости заходим в кухню ну какая-то коробочка маленькая спальню гостиной санузел везде ощущения одинаковые я предлагаю это все поменять и сделать квартиру классную вкусную чтобы вам дорогие друзья блогеры айтишники бизнесмены холостяки и молодые пары жилось просто в кайф сейчас покажу как это должно выглядеть давайте представим человека который проживает в своей квартире один ведь он одновременно не может находиться в каждом помещении правда зашел на кухню что-то поделал вышел зашел в гостиную таким образом меняя локации он оказывается в одной комнате во второй и все время он будет ощущать ту самую зажатость про которую я сказал что нужно сделать убрать перегородки убрать вот эти стены и пространство сделать единым для того чтобы где бы не находился этот человек он ощущал простор чтобы он видел всю свою квартиру чтобы она была как можно больше чтобы те рабочие дни которые он проводит дома в том числе он проводил их с кайфом но неважно работает он дома или нет в квартире всегда должно быть кайфово но если мы представим что человек целый день работает дома как полноценный рабочий день тем более эта квартира должна быть максимум комфортно удобно красиво комфортно вот мой девиз и стремясь к этому удобству комфорту красоте я делаю планировки и теперь когда я расставил мебель то мы с вами можем видеть следующая кухня гостиная она большая в ней два окна есть кухонный гарнитур который выдвинулся вдоль всей стены есть обеденный стол на 4 персоны поэтому можно смело звать соседей гостей и устраивать какие-то чаепития и вечеринки обязательно есть большой диван полноценный на 2 метра то есть на нем можно кого-то положить значит поспать отдохнуть ну или самому поваляться на диване обязательно кресло соответственно можно с гостями из-за стола переместиться в мягкую зону поиграть в игры есть большущий телевизор а дальше за этим общим пространством кухня гостиная находится кабинет это то место которое будет использоваться каждый день с утра до вечера тем кто работает дома здесь есть большой стол с компьютером рядом с окном за этим столом находится огромный стеллаж который предназначается для какой-то литературы а также декора а также для хранения дополнительных вещей это очень удобно теперь обратите внимание что я убрал все двери между этими пространствами оставил всего лишь половину стены половину зачем затем чтобы установить перегородку которая будет открываться и закрываться если мы хотим уединиться в кабинете нам достаточно потянуть рукой перегородку и закрыть кабинет и вуаля наш кабинет отдельно от кухни-гостиной но так как наш персонаж очень часто бывает дома один работает дома один он открывает перегородку и перед ним все пространство работает так сказать на просвет он его все видит ощущает себя комфортно понимаете да в чем фишка то есть это пространство трансформер хотим сделаем так хотим сделаем эдак из кабинета мы попадаем в спальню здесь кровать и огромный шкаф на три метра поэтому я и сказал что можно смело приводить вторую половинку жить вдвоем в кайф и удовольствие большая кровать на метр шестьдесят огромный шкаф на три метра все вещи поместятся и если мы хотим в спальне уединиться то пожалуйста здесь есть шторочки которые мы можем задвинуть и сделать спальню изолированной от кабинета удобно очень удобно красиво да даже не сомневайтесь есть такие шторки у закачаешься а можно шторки сделать в цвет стены и они будут совершенно незаметными поставьте сюда растения и она будет привлекать внимание а не шторка открыли шторку и наша спальня вместе с кабинетом объединилась и когда мы спим воздуха много хорошо дышится простор хотим уединиться шторы закрыли открыли закрыли в общем вот такое пространство трансформер но самое интересное еще впереди это ванна со стеклянной стеной нет слов смотрите между гостиной и ванной я поставил стеклянную перегородку что это дает а вот что представьте вы утром проснулись и пошли принимать душ заходите вам даже свет включать не надо потому что из окон сюда проникает максимум света и вам светло и это самый кайф когда утром вы не под электрической лампочкой а под настоящими солнечными лучами ну кайф же это настоящий кайф друзья то же самое и днем и вечером летом это здорово здесь находится ванна отдельно стоящая то есть можно девушку туда положить смело в лепестки роз и будет кайфово рядом находится душевая кабина вообще надо сказать что на всем на этом подиуме и душ и ванна все в одну плиточку зашита на стене тут же находится унитаз и раковина раковина выдвинута вперед это тоже еще один необычный элемент дизайна зеркало находится вот здесь в торце можно вот на эту часть стены повесить а за этой стеной то есть за веншахтой находится отсек под стиральную машину сверху можно сушильную поставить место под химию остается а вот уборочный инвентарь находится в шкафу в прихожей вот такой отсек то есть дверка открывается там швабры ведра тряпки и пылесосы возвращаемся в ванну так вот вот это вот раковина она является даже каким-то таким разграничителем между постирочной зоны которую мы кстати не видим она за дверкой находится и такой спа зоной да где ванна душевая в общем кайфово находиться если вдруг пришли гости и они смущаются ходить в туалет со стеклянной стеной то здесь есть шторка эту шторку мы закрываем и все никто ничего не видит сквозь стекло открыли видим закрыли не видим вот такая трансформация друзья но я напоминаю так как большинство времени человек находится дома один я ведь не зря сказал что квартира для холостяка да даже если для молодой пары то чего страшного принимать душ пока кто-то там кофе наливает согласитесь или в ванной лежать да по-моему это кайфово во всех пятизвездочных крутых отелях используют стеклянные стены если вы посмотрите интерьеры крутых дизайнеров в больших домах американских китайских то вы обнаружите что этот прием сплошь и рядом применяется поэтому не бойтесь друзья делать свое пространство кайфовым представьте как вырастет в цене ваша квартира не только денежной но и эмоциональной понимаете то есть само пространство станет богаче за этой стеклянной стенкой я расположил огромные деревья то есть ощущение что мы с вами находимся немножко где-то в джунглях должно присутствовать и пожалуйста вот они здесь стоят если хотите можно и со стороны ванны еще одно дерево поставить тогда ощущение джунглей будет стопроцентное а еще сюда можно поставить маленькую тумбочку на которую можно поставить проигрыватель с виниловыми дисками а внутри устроить бар ну здорово же друзья то что я нарисовал конечно же не подойдет для семей с детьми потому что здесь банально нету детской комнаты но зато эта квартира идеально подойдет для айтишника холостяка или не холостяка ребят которые живут вот молодая пара но и самое главное в моем варианте есть невероятное ощущение простора есть дизайнерские фишки есть чем удивить гостей здесь можно удобно работать здесь можно удобно жить и не стыдно приглашать гостей а даже еще все и завидовать будут друзья напишите пожалуйста в комментариях как вам мой вариант так мамочки с детьми не писать потому что для вас будет другой разбор другая планировка и другие варианты жилья пишите пожалуйста ребята которые живут одни с подругой или с другом бизнесмены айтишники взяли бы вы себе такую квартиру или нет очень было бы интересно узнать а я напоминаю что эта квартира находится в жека академ центр кто не видел посылочки переходите и смотрите обзор возможно вам это покажется интересным но на этом все всем пока да прибудет с вами муза а до подписаться не забудьте вот там вот обязательно подписывайтесь жмите на колокольчик обязательно и лайк поставьте ну и комментируйте комментируйте друзья давайте пообщаемся все чао